Прислонился и слышишь, как он гниет. Вот тут иллюзий никаких не надо. Надо сразу понимать, что вам придется эту машину кормить. Еще без пар. Привет, ребята! С вами снова я, Петрович. И у меня вот такой вот замечательный новый автомобиль. Поделюсь сейчас своими эмоциями и настроениями с вами. Машина просто дарит эмоции. Что это у нас? Это у нас огромный-огромный УАЗ. Поехали, покатаемся. Поехали, покатаемся. Поехали, покатаемся. Поехали, покатаемся. это ребята патриот 12 года как раз у нас уже в тринадцатом по-моему четырнадцатом годах уже какой-то рестайлинг там появился ручки здесь как у автобуса нету как у старых патриотов это уже такая так скажем средняя версия у нас комплектация без рейлингов ну и как бы ну мне не принципиально пофигу на них то есть вот черный красивый кузов немного я его привел в порядок рассказать обслужил ну собственно такой вот у нас огромный танк что касательно двигателя здесь у нас блин еще не залезешь просто так надо вставать на подножку чтобы заглянуть как я его покупал такой маслица проверить оттуда ну не залезть и на вставать на эту подножку надо вот соответственно завязаем на подножку и по и по и видим у нас стандартный 4 409 мотор нарядная цепочка на нем цепной никогда не владел таким мотором не знаю вообще как он себя ведет как чего поживем как говорится увидим то есть тоже обслужили поменяли масла ремешок что-то еще там поменяли помпу по моему поменяли на системе охлаждения тоже вот это все мы сделали свечей до свечи поменяли ну в общем то все вроде по мотору больше ничего не делали мотор воде ходит нареканий там никаких по нему нет не дымит вроде бы не пердит все вроде порядке вот такой вот мотор не за как себя будет вести поживем увидим ну пока хватает я так понял что на газелях стоит мотор точно такой же и это ходит и скажем так пробег у нее 100000 сейчас у этого автомобиля то есть ну вроде бы они ходят достаточно много ладно поживем увидим 409 мотор на этом пока и остановили у всех моих знакомых вот один и тот же вопрос всегда возникает из-за чего я как бы еще так это сомневался ну расход расход топлива машина я вам скажу любит покушать по трассе вот с прицепом 100 110 километров в час то есть ну 16 литров на сотню он ест это как бы без всяких вот тут не надо говорить потом он можно до 10 там литров его снизить еще что-нибудь да нет не снизить машина тяжелая машина большой ржавный внедорожник 16 литров при скорости 100 110 он съедает тут безо всяких прицепную ездим мы всегда с прицепом прицеп еще тащит до кучи если я где-то еду городском режиме что-то передвигаясь там в цивилизации это двадцатку закладывать двадцатка смело будет есть поэтому тут иллюзий никаких не надо на сразу понимать что вам придется эту машину кормить она возит но она любит и покушать касательно кабины место ну вообще офигеть то есть вот пассажира ну тут что показать даже наверно надо сюда пересесть такой вместительный бардачок нормальный бардачок все входит то есть он не двойной ничего обычный вот соответственно у нас тут этот идет бортовой компьютер приятная такая здесь опция болтает еще чё-то ошибки показывает то есть такой достаточно функциональный прибор музыка здесь управление у нас климатом то есть у нас климат-контроль здесь ты и да вот я про ручку говорил вот на предыдущих версиях вот здесь вот ручка как по автобусу ну вот я вот никак такой хоть не хотел управление климат-контролем сам кондиционер то есть все вот эти вот управление крутилки рычага здесь еще два то есть это у нас пониженная просто полный привод и задний привод то есть работает проверить проверял везде уже ездил по грязи пробовал я с прямо скажу ребята я не хочу его засаживать там ни в какие-то болотины еще что-то такое мне это как бы не надо мне надо чтобы я мог просто подъехать любой реке не буксовать и он мне нравится своими вот габаритами именно вот из-за габаритов то есть мы его рассматривали ну вот то есть ну вот здесь я вам скажу вот идет подстаканчики как бы ну не очень удобно еще чего-то не хватает постоянно хочется что еще что-то добавить чтоб ну вот ложить иначе здесь вот они вот я бросил сигареты суда они отсюда выпали я была бы я бросил спички они отсюда выпали и соответственно все это вот лучше здесь здесь места мало все есть положить уже как бы особо но не все катается вот теперь касательно по этого бардачка ну тут вообще просто вот ведь ничем не занято ручки мне еще лежат и как бы я не знаю чем это заполнять место то есть это реально еще один огромный бардачок также его можно в пути использовать как ну что-то перекусить или еще что-нибудь вот дальше розеточка у нас есть сам прикуриватель то есть и розетка на 12 вольт работает все нормально то есть как бы это все в порядке что касательно у нас здесь на руль руль был достаточно пошоркан и это сделал такой вот небольшую оплёточку управление светом автомат все приборка у него стандартная так дальше у нас что здесь пойдем по управлению это подогрев сидений бак два бака здесь еще то есть это у нас левый правый правый бак это основной бензонасос стоит там ну подогревы сидений ну и этот касать стеклоподъемники передних дверей управление зеркалом лево-право вот собственно что еще здесь поэтому место вагон место просто вагон тут могут запросто 10 человек располагаться два фонарика вот так вот у нас то есть в салоне вот ну я не знаю просто он дарит такие новые эмоции просто этот автомобиль он едет он просто едет везде где бы там ты не по не хотел проехать и побоялся но я думаю что если его засадить надо будет непременно трактор 2 с лишним тонны весу автомобиля навряд ли он просто так выскочит касательно багажника сидения здесь складываются ручка она упала немножко вещей ну то есть это делается еще и вот так вот и мы получаем вот такой вот огромный вместительный просто багажник там у нас ручка полноценная дверь получается вот что я хочу сделать вот то есть пол машины просто половина машины пространство практически в человеческий рост мы хотим сейчас сиденье я эти отсюда убираю мы уже это пробовали сюда прекрасно входит раскладушка стол и стулья то есть мы спокойненько останавливались на трассе пили здесь чай то есть сидели из термоса с пирожками то есть ездили висим уже пробовали вот и как бы ну прекрасно можно использовать вместо палатки поэтому я беру убираю сиденье делаю ровный пол насколько это будет возможно и соответственно ну никто с нами сзади не ездит и соответственно у нас здесь будет живое сказать помещение это огромные просто пространство вот тут все для этого сделать ножка это ручка полноценная дверь на сюда я поставлю сетки на магнитиках чтобы не залетали насекомые ну вот бутыль вот это будет приспособлена чтобы был запас воды соответственно газ с газовой горелкой органайзеры уже все присмотрел на озоне здесь у нас будет полноценная комната приехали просто перешли в этот отсек и здесь говорится за ночевали место просто просто вагон ну полноценно можно жить как палатки ну ребята немного об обслуживании на все про все здесь ушло что-то порядка 15 с половиной с половиной литров масла то есть это оба моста это раздатка это мотор то есть 7 с половиной литров только в мотор ушло масло вот дальше что-то необходимо было обслужить шкварневую всю систему ну вот эти вот никогда вообще я таки не пойму как это работает на шкварня ну то есть это я тоже сделал все что-то еще заменили помпу ну в целом как бы ну все обслуживание вроде бы закончилась заправляю полные баки и как бы ну на будущее кто будет смотреть уазы с пробегом обязательно имейте ввиду у них гниют баки и начинают течь то есть я понимаю что у меня течет левый бак начинаем разбираться понимаем что течет и правый бак а так как уазы они гниют вот даже просто такой раз прислонился и слышишь как он гниет ладно это шутки все но тем не менее бак он крепится к порогу и соответственно когда мы его стали откручивать пришло понимание что он отключится вместе с порогом в общем в общем пришлось загонять его в кузовню и делать ему пороги переваривали пороги разели нихуя он еще без пар всем спасибо кто помогал ну в общем вот теперь вот такой красавчик выехал черный красивый нервов потеряла честно раз этим ну немереное количество есть машина и ты на ней как бы не ездишь и тебе в этом что-то делают баки ставят все стоит каких-то нереально космических денег но в итоге мы это дело победили вот мы на нем гоняем ну есть такой небольшой осадочек вы понимаете езда от этого на этом автомобиле она просто приносит такую огромную удовольствие я вам скажу на как комфорта на нем не надо ждать никакого нет здесь никого комфорта при переезде через лежачий полицейский там в городе где-то ты рискуешь просто получить сотрясение мозга но вот он вот этой вот своей брутальностью мужской какой-то топорный сон не знал дарит мне очень много эмоций я прямо в восторге я на нем готов кататься и кататься и кататься это мой в принципе как бы был готов вот такие дела ребята всем нам светит темное солнце на рассвете падают звезды дым от колес нас несет серпантин мой поворот ищи с не ну вот я вот сегодня как не могу к этому вот рычагу еще привыкнуть не так часто его подключаю ну вот передние задние понял вот когда я с пониженного перехожу там на обратно на другие проблема появляется ну просто я думаю что это еще с непривычки включается достаточно туговато говорят что это нормально что так и должно быть ну может быть погодка прямо разгуливается скоро ребята начинается сезон на воду лодки спустим в целом я говорю да то есть если брать бюджет хотелось большой автомобиль не дорожный ну до миллиона как бы ну не взять ничего но с него она нам ну она лами просто не подходит потому что мы в автомобиле ночую и все в ней и нет места слова совсем этот автомобиль как бы он именно вот своей вот это вот что он большой берет большой проходимый весь я это нам всякие варианты смотрел брать иномарку с огромным пробегом конским ну блин тоже не такой себе если там смотреть крузак с пробегом 400 за который люди просят там от полутора до миллион восемьсот ну то херня же по моему полная вообще поэтому я как бы решил пусть будет машина свежая поэтому меня патриот пока мига буду все в нем нравится ну это же машина надоест разочаруюсь там еще что-то ну я вопроса передам в руки других хозяев за какую-нибудь сумму сейчас у нас весь сезон впереди не знаю как сложится куда мы нынче поедем однозначно будем ездить по там сосва у нас будет регулярно регулярно у будет там лосьба это обязательно выходного дня покатушки на лодках все это будет ребята не забывайте подписаться вообще много вообще много интересных мест мы сейчас живем в новом районе то есть это и конжаковский камень этого уральский хребет много там различных вас много неизведанного вообще вот он прям начинает гудеть он моща да многие как бы вас ругают да конечно я потом бы я бы себе ну не взял буханку потом не стал мы братья и хантера это вид у них такой совсем уже топорный я все-таки по городу бывают двигались и и по лесу то есть некого патриот больше заходить конечно я бы там что-то еще и передел по нему мне не хочется на него тратить деньги вообще она машины как бы деньги тратить особо не люблю и то что здесь мне пришлось заменить бензобаки я говорю осадочек какой-то остался но этого как бы я этого этого нюанса не знал и не мог это никак абсолютно проверить никогда такого не было раньше не сталкивался но в целом так ребята сейчас у нас новый патриот сами петрович много впереди интересного что не забывайте подписываться на канал всем пока увидимся